Когда рушится часть фасада или балкон, это определенно ЧП. Однако жители дома номер 12 по проспекту Металлургов никакого аварийного ремонта не видят уже несколько месяцев. В марте этого года прямо на тротуар обрушилась балконная плита. Из всего ремонта был проведен только демонтаж аварийных балконов. На этом решение проблемы экстренного капитального ремонта остановилось. В марте месяце представители жил Универсал, наняв подрядчика, незаконно демонтировали три балконных плиты по фасаду по улице проспекта Металлургов 12. Фактически они перед нами ставят условия, выставляя достаточно весомые суммы за демонтаж балконных плит, но, как говорится, без их восстановления. То есть хотелось бы сохранить целостное здание, хотелось бы, чтобы плиты балконные были восстановлены, те плиты, которые еще не демонтированы, усилены и фактически были бы нормальные условия для жильцов. Представитель управляющей компании «Жил Универсал» присутствовала на общедомовом собрании. Правда, от комментариев она отказалась и, как только собрание закончилось, поспешила удалиться. Все, что было сделано до сих пор, установлены ограждения и предупреждающие надписи. Пока проблемы жителей дома номер 12 по проспекту Металлургов решает вот такая вот ограда вдоль фасада, которая лишь теоретически защищает прохожих от падения балкона. А вот с других сторон дома, в том числе и во дворе, никаких предупреждающих надписей, тем более ограждений нет. А ведь если вот такая плита башка попадет, мертвый будешь уже на все 100%. Жители намерены добиваться капитального ремонта здания, поскольку балконы – это не единственная проблема дома. Течет крыша, разрушаются фасады от мостка, у подъездов нет ни одного целого крыльца. Капитальный ремонт нашему дому нужен, ну, одному из первых, то есть он должен стоять в первых вообще там списках, в первых, прям в ближайшее время это капитальный ремонт, потому что дому нашему, он по стройке 54-го года. В городской администрации, как выяснилось, о проблеме знают и готовы решать вопрос совместно с собственниками жилья. Мы владеем этой ситуацией, но еще раз повторяю, да, сегодня действия, первые шаги должны делать собственники имущества своего. И в лице МКД, то есть по всему алгоритму, кто там, есть две квартиры муниципалитета, участвует должен муниципалитет. В львиной доле это если физические лица, значит физические лица в лице собственников квартир. Вот исходя из этого и нужно выстраивать все взаимоотношения. Между тем, по закону балконы считаются элементами перекрытия и частью фасада, то есть за ремонт должна отвечать управляющая компания. А вот перила уже собственность граждан. Найдут ли жители и коммунальная контора компромисс, покажет время. Андрей Трой, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.